Мы переходим к следующей теме нашего информационного блока. Еще раз хотим акцентировать внимание на том, что военная агрессия Российской Федерации против Украины, она сказывается не только на самой Украине, на нашей инфраструктуре, на жизни наших людей, но она также затрагивает очень много сфер, которые с войной в принципе вообще не связаны, но тем не менее связаны с Российской Федерацией. Итак, следующая тема нашего информационного блока – это как война против Украины, какие последствия она имеет для российского футбола. Мировое сообщество продолжает усиливать санкции против российского спорта. Союз Европейских футбольных ассоциаций УЕФА продлил международный бан российского футбола как минимум на один год. Это значит, что в сезоне 2022-2023, который стартует уже летом, мы не увидим российских команд в таких престижных клубных турнирах, как Лига Чемпионов, Лига Европы и Лига Конференций. Не обошли санкции и мужскую, и женскую сборной России по футболу. В ближайшее время они не смогут играть даже в международных товарищеских матчах. Спасибо коллегам из исполкома УЕФА за поддержку абсолютно закономерной инициативы по поводу российского футбола, который в следующем сезоне идет за российским кораблем. Работаем дальше. Слава героям! Слава Украине! Напомню, что уже в первые дни полномасштабной военной агрессии в Украине УЕФА дисквалифицировал российские команды на текущий сезон, а также перенес финал Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. И это далеко не все. В ближайшее время Российскую Федерацию могут вообще исключить из Международного Олимпийского Комитета. 22 апреля МОК впервые объявил Россию и Беларусь агрессорами, так что будем следить за развитием событий. Игорь Мартыненко специально для информационного марафона Freedom на телеканале UA. Ну что ж, давайте разбираться в целом, от чего же отстранили россиян благодаря путинской агрессии и полномасштабному вторжению на территорию Украины. Начнем с футбола сборных. Для российских футболистов закрыты. Лига наций УЕФА 2022-2023, Евро-2022 среди женщин, также финальный турнир, также европейская квалификация на чемпионат мира 2023 среди женщин, 2021-2023 чемпионат Европы до 2021 года. Итак, мы переходим также к клубному футболу. Не увидим мы «Спартак» или «Зенит» в таких турнирах, как «Лига чемпионов», «Лига Европы», «Лига конференций», «Лига чемпионов среди женщин». Ну и также, впрочем, и в юношеской лиге мы их также не увидим. Можно сказать откровенно, что не получалось у российских спортсменов так или иначе играть в футбол. Но, в принципе, выходит так, что не нужно и начинать. Не нужно начинать, и это у них не получится. В любом случае. Кстати, также была отклонена заявка России на проведение Евро-2028 и Евро-2032. Ну и УЕФА перенес финал Лиги чемпионов 2022 из Санкт-Петербурга в Париж. Кстати, по запрет попал также российский футзал. Это так, к слову. Сегодня мы, конечно же, сосредоточимся больше на футболе. Ну и президент УЕФА Александр Чеферин, комментируя последствия войны в Украине для спортсменов и клубов из России, заявил, что его не устраивает тот факт, что российские спортсмены страдают. Давайте услышим. Нам нелегко, потому что все спортивные решения принимались на уровне власти. Мы поддерживаем корректные отношения с Россией. На нас не оказывалось давления для переноса финала. Мне не нравится дешевое политическое давление. Мне не нравится, когда кричат на «Газпром», но все равно покупают его газ. Это лицемерие. Александр Чеферин, президент УЕФА. И с нами уже на связи. Рады приветствовать президента Украинской ассоциации футбола. Это Андрей Васильевич Павелко. Андрей Васильевич, здравствуйте. Рады вас приветствовать. Спасибо, что присылаете. Здравствуйте. Приветствую студию. Ну что ж, давайте более подробно о последствиях, о том, что вообще и как на себе почувствует Россия в рамках футбола из-за вторжения полномасштабного в Украину. Вот отстранение России от европейского и мирового футбола, заслуга в том числе и Украинской ассоциации футбола. Как удалось добиться такого решения? Расскажите, пожалуйста. Ну, я думаю, что это благодаря нашей такой тесной сотрудничеству с УЕФА, с Александром Чиферином, которого ты хорошо говорили, он все-таки всегда с первого дня войны имел очень четкую позицию по этому поводу. И когда забрали у Санкт-Петербурга, у которого должно было быть через несколько недель такой праздник, как финал Лиги Чемпионов, то на второй день после начала вторжения было собрано внеочередное заседание исполкома УЕФА, на котором было принято решение о том, чтобы забрать у Санкт-Петербурга финал Лиги Чемпионов и перенести его в Париж. Так что это было первое же решение, через буквально считанные часы уже этот вариант рассматривался и уже готовилось решение соответствующее. Сегодня это также наша работа. В последние две-три недели мы были все время на связи, мы обговаривали те или иные решения, которые были сейчас на исполкоме, которые были. И, конечно же, очень было важно, что это только минимальное решение на год, а дальше это будет через год, я уверен, что будут продлеваться такие решения, потому что весь спорт и всю российскую жизнь довоенную необходимо поменять до того момента, пока Россия не вернет все наши территории, не оплатит полностью все потери, которые наша страна понесла. Ну и, конечно же, не понесет наказание моральное за то, что столько людей погибло и гибнет в нашей стране. Я хочу, прежде чем задам следующий вопрос, начитать одну информацию. В Российском футбольном союзе сообщили, что они намерены продолжать судиться. И в суд в Лозанне по текущим искам они будут также продолжать подавать, а также готовы подавать новые иски с учетом отстранения от выступлений в сезоне 22-23. Ранее РФС уже подавал иски в спортивный арбитражный суд. И вот по поводу отстранения от матчей отбора чемпионата мира 2022 года, ну и по поводу Еврокубков, ну, в принципе, все мы знаем, что успеха это не принесло. А вот скажите, пожалуйста, почему Россию не лишили членства в УЕФА? Вот почему не дисквалифицировали клубы навсегда до решения про отмену? Ну, каждое решение будет приниматься по истечении этого сезона, потому что этот сезон необходимо было принять уже с условием того, какие клубы будут участвовать в следующем чемпионате, в лифе чемпионов чемпионата Европы, молодежной, национальной, женской команды. И мы понимаем, насколько важно было, чтобы УЕФА вовремя принял такое решение, чтобы уже на следующий год эти клубы не участвовали в жеребьевке. И сейчас эта жеребьевка уже должна была бы проходить в рамках УЕФА. И все клубы были отстранены. И, кстати, вчера вечером наш «Шахтер», благодаря этим изменениям, потому что все клубы поднялись вверх вместо России, наш «Шахтер» получил право прямого попадания в группу Лиги чемпионов, что является уже хорошим, назовем так, наказанием для России. Вместо России мы в Лиге чемпионов будем как раз представлены нашим клубом «Шахтер Донецк». И я уверен, что это минимальное то, что уже есть. Я уверен, что будем дальше говорить о новых санкциях и новых наших победах футбольных. Но в том числе и для того, чтобы в дальнейшем могло и «Динамо» попадать в группу Лиги чемпионов, и другие наши клубы, которые тоже бы смогли иметь лучшие стартовые возможности в Еврокубках, которые сегодня будут стартовать в этом сезоне. Ну и также в Российском футбольном союзе выразили удовлетворение в связи с отстранением команд от международных турниров на ближайший сезон. Об этом заявил член комитета по этике РФС Андрей Созин. Давайте далее его услышим. И будет следующий вопрос к вам. Ожидаемое решение – это первое, что хочется сказать. Положительный момент – один сезон, плюс мы остались членами ЕУЕФА. Плохо, что не будем в Еврокубках, но не смертельно. Будут товарищеские матчи, будет играть сборная Россия. Было бы хуже, если бы Российский футбольный союз отстранили на пять лет. Пришлось бы уходить в Азию. А так придется потерпеть. Ну ничего страшного. Всего на год отстранили – это хорошо. Можем отделаться малой кровью. Разберемся с внутренним календарем. Неприятно, но не смертельно. Андрей Созин – член комитета по этике Российского футбольного союза. Также я напомню, что буквально в начале как раз агрессии Российской Федерации, когда создали псевдореспублики ДНР и ЛНР, там новость была, которая, честно говоря, в первую очередь очень насмешила о международном футбольном турнире между ДНР и ЛНР. Можем ли мы подобное видеть в Российской Федерации в силу того, что сейчас отстранение идет от международного участия? И как отстранение повлияет на футбольные клубы России и сборная в целом? Как вы считаете? Я уверен, что все их мечты о том, что их где-то когда-нибудь простят и где-то увидят, я думаю, что им надо привыкать играть между ДНР и ЛНР, непризнанными какими-то там организациями, потому что они будут всегда из-за этого тоже иметь свои санкции. Потому что в FIFA четко прописано решение, что только матчи могут быть между членами FIFA и членами единой футбольной семьи мира и Европы. Так что это все такой бред, но им к этому бреду надо привыкать. Они будут теперь в этой реальности жить вместе. Весь российский футбол идет за российским кораблем. Направление не знают, и я уверен, что у них очень хорошее будущее лететь ко дну и вместе на этом дне, в этой бездне встретиться со своим кораблем Москва. Я уверен, что эта перспектива для них очень радужная. И всему российскому футболу надо приготовиться к такому жесткому приземлению на дно. Ну, а уверен, что те потуги их там, подачи в КАС, они уже попытались один раз подать в КАС на наших болельщиков за песни на трибунах. Вы помните, когда была футзальная Евро, то у нас все юристы футбола украинского и европейского смеялись, как они переводили все наши кричалки и что после этого было. Но я думаю, что у них очень, наверное, хорошая фантазия. Они своего Путлера, своего Гитлера и фюрера своей страны очень хорошо знают и перевели все наши кричалки наших болельщиков, которых мы считаем, что это наш как раз национальный фольклор, который всегда приводил к улыбке и к аплодисментам на стадионе. То они почему-то посчитали, что переводится это все на английский такими плохими словами, с чего потом смеялась все юристы в Европе и в Украине. Так что я думаю, что так же они будут и опротестовывать все остальные решения в КАСе, связанные с последними решениями исполкома УФА. А ведь проблемы у России не только в европейском футболе, они же на уровне всей планеты, потому что ФИФА отстранила российскую сборную от участия во всех международных соревнованиях, и таким образом национальная команда страны-агрессора пропустит чемпионат мира в Катаре. Сборная России 24 марта должна была провести домашний стыковый матч с Польшей, но поляки, как и потенциальные соперники в финальном стыковом матче Чехии и Шведы, отказались играть с российскими футболистами. Ну, в принципе, мне кажется, это было предсказуемо, и это вполне понятная ситуация. А вот следующий вопрос к вам. Судя по комментариям, президент УФА Чиферину, ему очень жаль, что Россию выбросили из европейского футбола, как и разрыв в отношении с «Газпромом». Почему? Как считаете? И, кстати, вот в догонку сразу вам второй вопрос задам, потому что они, как ни крути, около совместного. Вот аналогичная ситуация с президентом ФИФА Джани Инфантино. Почему футбольные функционеры не хотят замечать зверства Российской Федерации в Буче, продолжая рассказы про спорт вне политики? Пожалуйста. Ну, я уверен, что это все так же, такие выборки из больших интервью. Я лично читал это интервью, это было на одной из славянских изданий. И в целом это говорилось о другом, о том, что УФА наказала сразу же Российский футбольный союз, наказала сразу же клубы, отстранив их от участия в прошлом розыгрыше, и сразу же приняла такие радикальные решения. Одна из первых международных санкций из спортивных организаций. В том числе Александр Чиферин сказал, что он знает, что это идет война. Он не говорит, что это какой-то конфликт, как некоторые пытаются обойти спортивные функционеры. Он говорит, что идет война, что убивают граждан Украины. Он в этом интервью очень жестко прошелся по именно сегодняшней ситуации, не подбирая слов. Ну а в том числе он говорит о том, что да, УФА сразу же разорвало контракт с «Газпромом», получив где-то потери для всего европейского футбола, где-то 100 миллионов евро. А остальные европейские страны в это же время дальше продолжают с «Газпромом» работать и покупать газ, и работают дальше. Он больше говорил о том, что не должно быть двойных стандартов. Что если мы все вместе принимаем такие решения, то они должны быть у всех и очень жесткими. Для того, чтобы, как в гитлерской Германии, что многие страны пытались заигрывать с Германией, с Гитлером, и пытались, думали, что это обойдет их. Только после этого, да, и пытались где-то найти объяснение, что, может быть, и спортсмены должны участвовать в каких-то соревнованиях, и торговать еще надо. Только после того, как была общая коалиция всего мира, удалось всему миру побороть гитлерскую Германию. То же самое будет и с расистами, и с этой войной. Обязательно будет общая коалиция, и она уже есть. Единственное, что те стороны или те политики, которые хотят где-то пройти между капелек, этого не удастся. Необходимо очень жестко принимать позицию и идти для победы всего мира. Мы сейчас боремся за свободу нашей страны, но и за свободу Европы, и за свободу всего мира. Потому что у расистов нет никаких принципов и нет никаких границ их будущих атак. Так что это дело всего мира и коалиции всего мира. А в УЕФА очень четко будет всегда последовательная позиция и в ФИФА. Потому что это невозможно. Спорт вне политики, когда одна из стран нападает на мирную страну и убивает их детей, их людей. И в этом случае никогда не будет спорт вне политики. Будут все спортсмены, которые поддерживают своего фюрера, своего российского Гитлера в современности, которые имеют такую поддержку в своей стране. Значит, эти спортсмены и эти люди, они обязательно будут вне единой футбольной семьи Европы, в единой футбольной семьи мира. Динамо Киев, Донецкий Шахтер, сейчас проводит благотворительные матчи в Европе. Хотелось бы от вас услышать, как эти матчи, действительно, как эти поединки влияют на поддержку Украины. Что это дает? Очень большая задача в том, чтобы привлекать внимание всего мира к тому, что происходит в Украине. Ни в коем случае нельзя оставлять вне внимания каждые дневные бомбардировки, каждодневной смерти и страдания наших детей и украинцев, которые сегодня попали под такую расистскую орду, которая не имеет ни моральных каких-то качеств, ни человеческих качеств. И, конечно же, такие футбольные матчи, они несут за собой и сбор средств для армии, для нашей страны, для наших детей, которые страдают от войны. Ну и, конечно же, напоминают, каждой такой акции напоминают о том, что в Украине идет настоящая война, и что Украина сдерживает эту войну, которая может перерести на границы Европы и выйти в сегодняшнюю, вроде бы, мирную, спокойную Европу, может перекинуться туда. И, конечно же, такими играми, матчами Шахтера, Динамо, а сейчас будет и сборная играть с Борусей 11 числа, и тоже будут собранные средства для нашей страны. И, опять же, такие матчи важны для привлечения внимания всего мира, всей Европы, о том, что происходит в Украине, о том, насколько происходит геноцид украинского народа со стороны рашистов и со стороны этих извергов, которые пришли на нашу землю. Еще один вопрос к вам. Сборная Украины начала тренировочный сбор Словении 1 мая, и 1 июня сборная Украины встретится с Шотландией в Глазго в рамках полуфинала плей-офф отбора на чемпионат мира 2022. В каком сейчас состоянии игроки, скажите, пожалуйста, как настроены? В психологическом, в том числе. Ну, мы все должны понимать, что это сложный вопрос, и мы еще в таком состоянии никогда не готовили нашу сборную, но игроки понимают, насколько важна сегодня их игра, их успех для наших болельщиков, для нашей армии, для наших бойцов. Я буквально несколько дней назад вернулся с Краматорска, был в Краматорске, и общался с нашими бойцами, с нашими воинами, с нашими людьми, нашими болельщиками, детками, которые сейчас находятся в Краматорске. И они, конечно же, все пожелали удачи нашей сборной, и все будут переживать, все будут смотреть эту игру, очень важную игру 1 июня, в день защиты детей в Шотландии в Глазго. Очень тяжелая сама подготовка, потому что у многих игроков, у многих членов команды, сегодня мысли с Украиной, мысли с семьями, которые остались, и родными, которые остались сейчас в Украине, и они каждый день находятся под обстрелами, и очень сложно всем переключиться на игру в чистом виде. Ну и, конечно же, не забывать им надо тоже, что в них верят, и их ждут с хорошим результатом наши болельщики, и это очень важно для психологического, морального духа для наших болельщиков. Ну и уверен, что они все сейчас прибывают в сборную для того, чтобы быть одной командой, забыть клубные какие-то истории, забыть, в каких они были чемпионатах, играли, кто сейчас вернется из легионеров в команду, усилит. И, кстати, сборы в Словении, это опять же помощь Чиферина, это его родной город, Любляны, это родная база, и он помог организовать такой четырехнедельный сбор у себя на родине с нашими коллегами Словенской Федерации. И сейчас также UEFA готовит и нам помогает с организацией следующих наших товарищеских матчей, которые будут являться и тренировочными для подготовки к Шотландии, и также будут возможности собрать средства для помощи Украины и украинцам. Так что UEFA в этом плане сделала даже отдельную группу, которая работает с нашим координационным центром. UEFA, которая работает круглосуточно, 24 на 7, и у нас полная помощь и полная поддержка в подготовке нашей сборной. Ну и в завершении нашего с вами разговора хотелось бы услышать еще ваше мнение по поводу судьбы чемпионатов Украины по футболу. Как можно вообще описать будущее украинского клубного футбола, потому что чемпионат был приостановлен, и будущее, так сказать, выглядит несколько смутно. Ну я уверен, что мы все сейчас, у нас все мысли только о нашей победе, о том, чтобы как бы быстрее мы выгнали с нашей территории врага, и освободили и Донецкую, и Луганскую области, и Крым, и вернулись к мирной жизни. Но мы все понимаем, мы все понимаем, что после войны, после нашей победы мы должны будем вернуть нашим детям, нашим людям довоенное ощущение жизни, и обязательно наша страна будет сильнее, намного сильнее, чем до войны. И мы обязательно будем, сделаем все для того, чтобы чемпионат возобновился. Или же первая часть будет проходить в западных областях, Львов, Тернополь, Луцк, Уржерод, имеют хорошие стадионы, имеют хорошие базы, и там можно будет начать чемпионат. А уже после восстановления нашей инфраструктуры в восточной части, в южной и в северной, мы, конечно же, вернем футбол на всю территорию. Ну и, конечно же, это будут решать клубы. Мы сделаем все для того, чтобы у клубов была возможность провести полноценный чемпионат после того, как мы победим расшизм на нашей земле. И к вам последний вопрос, уже финальный. Очень болит сердце за нашу Донбасс-арену, которая сейчас зарастает травой, потому что так называемые боевики, я не знаю, псевдо-руководители ДНР, за ней не ухаживают, только там производится грабеж и так далее. Будущее Донбасс-арены после деоккупации Донецка. Ваше мнение? Ну, мое мнение, что я думаю, что все наши настоящие украинцы, которые проживают в Донецкой области и во всей Украине, очень хотели бы, чтобы, как и раньше на Донбасс-арене звучал гимн Украины, звучал гимн Лиги чемпионов. Я думаю, это хорошая будет возможность для всех донечан приехать на Донбасс-арену после войны, после нашей победы, и увидеть шахтер Донецка в Лиге чемпионов, в групповом этапе, куда приедут ведущие команды Европы, такие как Ювентус, Реал, Барселона, Ливерпуль. Все-все лучшие команды смогут приехать в Донецк, на Донбасс-арену. Ну и, конечно же, я когда-то пообещал, когда меня спросили, где бы вы хотели, чтобы матч сборной после войны произошел, конечно же, я сказал, что это было бы идеально, если бы это был Донбасс-арена. А второй матч в Симферополе на центральном стадионе, где Таврия стала первым чемпионом Украины в свое время. Так что, уверен, что после войны мы обязательно сделаем все для того, чтобы и Донбасс-арена, и Симферопольский стадион, на нем пели гимн Украины, и на нем развивался флаг Украины, и играли наши команды, национальная сборная, и наши клубные команды играли международные европейские матчи. Александр, Андрей, я вот как дончанка могу сказать, что вы сейчас озвучили и мою заветную мечту, и я думаю, что так же всех дончан, которые просто мечтают вернуться и увидеть Донбасс-арену, такой, какой она была до того, как туда зашли российские военные. Ну и Андрей Васильевич, вы можете быть уверены, что как минимум два диктора для радиорубки и комментирования матча у вас уже есть, это король на короле Олег Борисов. Спасибо вам большое, на такой позитивной ноте будем завершать. Держитесь и передавайте максимальный привет, максимальную поддержку нашим футболистам. Спасибо большое.